Заканчивается 2020 год. Очень сложный для всех, но особенно для спортсменов. Отменяются соревнования, карантины, субленение дистанции, дезинфекция помещений. В общем, все то, что мешает нормальному развитию спорта. В течение декабря мы снимем несколько программ о том, как этот год сказался на развитии некоторых видов спорта в рамках комплексной детско-юношеской спортивной школы. Какие есть достижения, скорее вопреки. А начнем с тяжелой атлетики. Итак, Белгородский ФОК, вторник. Идет обычная тренировка в отделении тяжелой атлетики. Несмотря на отрицательные моменты, которые вы перечислили, все-таки было много в этом году уходящим и положительным. Мы успели провести несколько соревнований. Это съездили в начале года в Белоруссии на турнир памяти Эдуарда Гуриновича. Провели Кубок города Славутича. Провели чемпионат Киевской области среди спортсменов до 13, до 15 и до 17 лет. Провели Перинство ДС США. Успели поучаствовать в двух чемпионатах Украины в возрастных группах 13 и 17 лет. И вот сейчас провели буквально два дня назад Перинство ДС США. И готовимся сейчас, и вы видите, что здесь мы оформляем зал, чемпионату города 2020. Поэтому как бы спортсмены, они по своей сути и натуре люди, которые ищут оптимистов и стремятся к цели. Поэтому сложности есть, но несмотря на это мы должны идти вперед и развиваться. Главные старты – это чемпионаты Украины. В одном приняли участие до 17 лет у нас два человека. Там у нас четвертое место Овчаренко Владислав и двенадцатое место Юхновес Владислав. Ребята выступили прекрасно, но вы понимаете, личные рекорды были установлены. Но чемпионаты Украины, есть чемпионаты Украины, поэтому слабых спортсменов там нет. Я очень доволен их выступлением. Они показали себя бойцами здорово. И до 13 лет мы ездили в Павлоград. Там в сборную области входили три спортсмена. Это Содаль, это Зубец и Корпец Виктория. Корпец Виктория – четвертое место. И двое ребят заняли, соответственно, седьмое и девятое место. Ну, для них до 13 лет это было, как бы, можно сказать, боевое крещение. Из положительных итогов, также скажу, спортивных достижений. Наш Овчаренко Владислав, он включен в состав сборной Украины. Несмотря на то, что вот он четвертое место занял, достаточно есть у него перспектива. На сегодняшний день он прошел в составе сборной уже два сбора, учебно-тренировочных сбора. Вот вернулся буквально перед первенством ДСШ. ДСШ находится в хорошей форме, думаю, он будет выступать и на чемпионате города. Свои, как бы, 16 лет он уже на сегодняшний день добавляет постоянно, на протяжении всего года он добавлял. И на сегодняшний день он выходит уже на уровень. Год назад он кандидатом в мастера спорта, а сейчас он выходит уже на уровень мастера спорта. Спортсмен растет и вес растет, поэтому мы не ставим, в первую очередь, цель выполнения мастера спорта. А вес набирается, как бы, в тяжелой атлетике он тоже мышечную массу. Поэтому растет и растет, и мы стремимся, результат идет, и мы довольны. Поэтому вот кратко о таких спортивных результатах этого было. Хорошо. Я понимаю, что некоторые родители, наверное, как бы, ну, забрали своих детей, особенно начинающих, те, кто пришли в тяжелую атлетику, потому что, ну, как бы, карантин, как бы, лучше, чтобы они не общались. Насколько я понимаю, вид спорта тяжелая атлетика, это вид спорта позволяет соблюдать все карантинные, ну, как бы, условия, да? Расстояние полтора метра, общение на длинном расстоянии. Что вы можете сказать родителям? Что выбрать? Пойти позаниматься штангой или сидеть дома у компьютера? Александр Алексеевич, ответ очевиден. Не всем родителям. Не всем родителям. Вы, как человек, который уже давно занимается, в том числе, съемками спортивных событий, вы точно подметили, что у нас все, вот, тяжелая атлетика, ну, один из видов, где соблюдаются дистанции, где соблюдаются санитарные нормы. Изначально. Да, да. Даже проведение соревнований у нас происходит по потокам. В одном потоке не больше 20 человек, по правилам даже соревнований. Поэтому весовая категория выступает, потом перерыв, потом второй, следующая весовая категория. И так можно провести соревнования, не нарушая эпидемических правил. Единственный минус, конечно, здесь в том, что мы проводим соревнования без зрителей, и родители очень бы хотели прийти построить, но не... Ну, это можно видеосъемку и дома посмотреть. Спасибо тем родителям, которые не боятся. Мы, со своей стороны, здесь стараемся. На построении вы видели, они стоят, дистанция у них, и пробежка, и все. Обязательно проводится дезинфекция после тренировочных занятий. Поэтому опасность, она сводится к минимуму. Наверное, в школе намного больше опасность, когда они сидят за одной партой, рядышком два человека. Поэтому, да, да, совершенно верно. Поэтому я хочу сказать всем родителям, чтобы не боялись отпускать детей, пригласить на тяжелую атлетику. Мы в течение года тоже можем дополнительный набор проводить. Можно начинать занятия тяжелой атлетикой. И приглашаю всех, и мальчиков, и девочек, приходить к нам и начинать заниматься этим интересным видом спорта. Провокационный вопрос. А среди ваших воспитанников кто-то переболел ковидом? Были самоизоляции, но нет, не было. Самоизоляции было, наверное, человека три. Те, кто контактирует, да, те, которые, допустим, в школе, одноклассник где-то и что-то еще. Да, то есть заболеваний не было таких, нет. А я вас приглашаю на чемпионат города, и мы ждем вас. А 18 декабря мы обязательно побываем на последних городских соревнованиях по тяжелой атлетике. И расскажем, чем все закончилось.